В последние годы на Кубани повышенное внимание уделяют охране животных. Два года назад животноводству края угрожала африканская чума свиней. На повестке дня – меры борьбы с опасным вирусом. Результаты работы положительны. С 2013 по 2014 года случаев гибели павших животных нет. Вирус африканской чумы попадает на фермы из дикой фауны. Не все муниципалитеты края участвуют в мониторинге. Поголовье скота тоже не везде зафиксировано. Пример – Кореновский район. Заходит на подворье под 50 голов свиньи. В отчетах муниципального поселения это поголовье не числится. Ведслужба об этом поголовье ничего не знает. Но когда тихо, мирно, а потом будут вспышки, я думаю, что это недопустимо в целом по краю. В Анапе ситуация благополучна. Острозаразных заболеваний животных и птиц нет. На курорте большое внимание уделяют профилактике заразных болезней. Таких как бруцеллез, туберкулез, сибирская язва, ящур, бешенство, гриб птиц, африканская чума свиней. Отрасль животноводства в общественном секторе представлена сельскохозяйственным предприятием «Россия». 1602 головы крупного рогатого скота, в том числе 400 коров. Проведено исследование животных на вирусы и вакцинация. В частном секторе содержит более 4500 голов крупного и мелкого рогатого скота и лошадей. При проведении плановых исследований больных животных не выявлено. Для недопущения возникновения бешенства у животных Управление ветеринарии Анапского района проводит бесплатную вакцинацию собак и кошек. За пять месяцев 2014 года вакцинировано 1582 собаки и 375 кошек. В Анапе постоянно проводят работы по пресечению незаконного оборота сельскохозяйственной продукции и воза живых животных. Обсудили на совещании меры борьбы с заболеванием бруцеллез. Основная причина распространения вируса – несанкционированный воз животных из соседних республик. Только с начала текущего года на территории Карачаево-Черкесии выявлено 73 неблагополучных пункта. У нас горят по бруцеллезу Атраненский район, Лобинском районе есть пункты, Мостовской район. И вот теперь у нас новый Староминской район умудрились завести Яков с территории Карачаево-Черкесии, который еще из бруцеллеза. Без местопроводительных документов, без исследований, без карантинирования. На повестке дня вопрос утилизации биологических отходов. Деньги на строительство площадок выделяют из краевого бюджета. Не все муниципалитеты в прошлом году освоили средства на биоутилизацию отходов. На ошибках не научились. И в этом году не все подготовили документы. У нас, к сожалению, в 10 муниципальных образованиях до сих пор не отведены земельные участки. Выселки, Гулькевичи, Гейский район, Красноармейский, Крымский, Новороссийский, Приморско-Октавский, Кемрюкский, Тихорецкий и Густладинский районы. В Анапе созданы условия для утилизации биологических отходов. В сельских населенных пунктах оборудованы площадки для сбора биологических отходов. Организовано 9 площадок, по одной в каждом сельском округе. Кроме Витязевского сельского округа, там животных нет. На площадках установлены контейнеры с крышками и размещена информация об ответственном специалисте администрации сельского округа с указанием номера телефона. Сельскохозяйственными предприятиями Анапы приобретены специальные печи для утилизации биологических отходов.